В этот день 12 декабря 1817 года в Москве состоялось открытие манежа, одного из самых больших зданий того времени в России, уникального по конструкции. Это был высочайший заказ, и заказ технически сложный, почти невыполнимый для начала 19 века. Было велено сочинить план и фасад предполагаемому Экзерцергаузу такой обширности, что в нем целый комплектный батальон мог свободно маршировать. В то время умели уже строить здания очень высокие, крепкие, если надо протяженные, а вот ширина ограничивалась длиной деревянной балки, которую можно было перекинуть от стены к стене. Если строили большие помещения, то обязательно с колоннами внутри. А здесь требовался Экзерцергауз, он же манеж, для строевой подготовки гвардии, ширина которого была бы 45 метров, и без единой опоры крыши, потолка посредине. Решение нашел инженер Августин Бетанкур. После скорого возведения стен он перекинул поверх них уникальные деревянные фермы, скрепленные сложной системой чугунных болтов и тяжей. Раньше такого никто не делал. 166 метров длины, 45 метров ширины и ни одной опоры крыши внутри. Причем строили невероятно быстро. Начали летом 1817 года, закончили к началу зимы. Манеж открывали при большом стечении москвичей, войск, самого императора, и все смотрели вверх. Газета «Московские ведомости». Всего удивительнее потолок, который на столь обширном здании ничем внутри не поддерживается и утвержден только на стропилах. Еще из отзывов современников. В огромности, в архитектуре и конструкции кровли точно нет в Европе подобного. Надо ли говорить, что на сие чудо приезжали посмотреть инженеры со всего мира. 12 декабря 1939 года состоялась битва при Толвоярове в войне СССР с Финлядией. Русско-финская война началась в 1939 году и в итоге закончилась победой СССР, но она указала на огромные проблемы Красной Армии. В первые месяцы войны финны уклонялись от прямых сражений с советскими войсками, предпочитая партизанскую войну. Диверсанты заходили в тыл на лыжах, нарушали каналы связи и обстреливали колонны движущихся в Карелию солдат. В такой обстановке и продвигалась в район Толвоярове советская 139-я дивизия. Танки застревали, солдаты не получали горячее питание и мерзли. Впрочем, финнов беспокоило, что такая большая группа войск двигается в стратегически важный район. Против нее бросили группу полковника Талвеллы, опытного офицера. Тот сумел с небольшим отрядом в 4000 человек окружить и разбить пятикратно превосходящую группировку Красной Армии. Первое открытое сражение финской войны оставалось за финнами, но оно стало серьезным уроком для СССР. Далее ход боевых действий стал серьезно меняться. 12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе войск в Афганистан. 12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации, а сам день стал официальным праздником – Днем Конституции. В этот день 12 декабря родились Николай Карамзин, автор истории государства российского, Владимир Шаинский, композитор, автор многих известных детских песен к мультфильмам, Чингис Айтматов, писатель, автор романов, первоучитель, плаха, Олег Газенко, основатель космической медицины. 1 октября 1960 года мир впервые увидел живых существ, побывавших в космосе. Жизнерадостный мужчина в Москве представил всем белку и стрелку собак, слетавших на орбиту и вернувшихся домой. Этим жизнерадостным мужчиной был врач Олег Газенко. Его считают отцом космической медицины. Газенко окончил мединститут по специальности военного врача в 41-м и сразу отправился на фронт. После войны Олег Георгиевич попал в институт авиационной медицины и стал заниматься проблемами со здоровьем сначала у пилотов, а потом с развитием космической программы и у космонавтов. Газенко интересовало влияние гипоксии. Он и сам с ней был знаком, потому что любил горы. И то, как организм переносит невесомость, без силы притяжения не работают некоторые мышцы в теле человека. Ради этого в подведомственных иммуниститутах Олег Георгиевич собрал выдающуюся команду ученых-медиков из всех стран советского блока. И даже сотрудничал с Западом. Совместные программы по изучению космической медицины не сворачивались даже в период обострения Холодной войны. Именно благодаря Газенко. Выдающийся медик трудился не только на благо космоса. Побочным продуктом изучения влияния невесомости стали тренажеры для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. А штаны для циркуляции крови у космонавтов использовали на гражданке при лечении инсультов. Таким был этот день 12 декабря. Редактор субтитров А.Семкин